приветствую всех кто смотрит данное видео сегодня 22 марта и мы вносим кальций на томат который растет в теплице по листу кальций сейчас растению необходим он участвует в строении строительстве клеток у нас сейчас отсвелась первая кисть и плоды будущей плоды размером с горошину чуть больше и над в такой фазе происходит активное отделение клеток и при наличии доступного кальция у нас будет происходить более активнее деление клеток будет больше и они будут крепче так кальций участвует в строительстве клеточных стенок вследствие этого можно будет в дальнейшем плод более сильнее раскачать и эти плоды будут менее подвержены растрескиванию и на основе этого мы вносим кальций и применять будем два вида кальция нитрат кальция и второе удобрения кальций сбора для чего это делаю так есть участке по тепличному комплексу так же в теплицах которые немножко меньше остают в росте и развитию некоторых нас устраивают и те которые остают в росте и развитии мы там будем применять нитрат кальция азот в данном удобрении в нитратной форме поможет растению создать более сильную вегетативную массу и подогнать, выровнять растения с остальными. А те растения, которые участки, которые нас устраивают, там будет кальций с бором. Растение получит необходимый для роста и развития кальций, а бор поможет этому кальцию более лучше усвоиться. То есть мы выровняем все растения на участки. Это необходимо сделать, так мы даже в одной теплице, там где есть крайний ряд, который отстает в развитии в вегетативной массе, мы теплицы поливаем все одинаково, а растения, которые большие в объеме, они испаряют больше влаги, а меньшие испаряют меньше влаги. А поливаем мы все одинаково и происходит такое, что одни мы переливаем, а другие не доливаем. И чтобы это выровнять, необходимо путем опрыскивания, добавления азота, выровнять все растения и в дальнейшем получать хороший урожай. Будем проводить опрыскивание растений по листу. В теплицах, которые отстают в росте, требуют немножко большей вегетативной массы. Будем применять удобрения нитрат кальция. Так, азот, который содержится в нитрате кальция, поможет нам усилить точку роста, выровнять растения. Это будут выборочные участки, которые отстают в развитии вегетативной массы. Плюс еще кальций необходим растениям для строительства клеток будущих. Так, сейчас вот отцвелась первая кисть, сейчас покажу. Первая кисть отцвелась и в таком размере плоды, зависть, видно, да? Сейчас происходит активное отделение клеток, и кальций необходим при строительстве клеток, плодах, так же само в точке роста. И чтобы заложить хороший будущий урожай, необходимо обработать кальций. В теплицах, которые хорошо развиваются, не нужна лишняя дополнительная вегетативная масса. Там будет удобрение кальций с бором, без азота, чтобы азот не вызывал лишнее вегетативное развитие. А в... О, видно, шмели работают. А в теплицах, которые остаются в развитии, нитрат кальция и сразу две функции. Азот усиливает растения, кальций помогает в выделении клеток в будущих плодах. Путем опрыскивания внесли кальций. Концентрация рабочего раствора у нас была 0,2%. Начинаем, пока растение в такой фазе, пока у нас цветет сейчас, закачивает свести первая, вторая цветет. 0,2%. Максимально допустимая концентрация при опрыскивании по листу, это 0,4% для томата. Для огурца это 0,25%, а для томата 0,4% максимальная. То есть концентрацию рабочего раствора мы будем поднимать по мере развития растения. Когда будет свести пятая, седьмая кисть, там уже будет 0,4% концентрации рабочего раствора по листу. Также еще к удобрению кальция. С кальцием при опрыскивании я добавлял аминокислоты, для того, чтобы удобрение лучше усвоилось, чтобы растение более мягко перенесло это опрыскивание. Я добавлял треть дозы аминокислот, треть дозы того, как рекомендует производитель. И в смеси, в баковой смеси проводил опрыскивание. Какие можно брать аминокислоты? Любые, где их есть в наличии, там аминостар, аминокат, мегафол. То есть любые вносим аминокислоты, треть дозы и удобрение с кальцием. После данного опрыскивания выровняем все растения по тепличному комплексу. И дальнейшая уже будет у нас обработки по листу только микроудобрениями.